Сегодняшняя тема. 80% соли, которую человек потребляет ежедневно, приходится на «скрытую соль», напомнили в Роспотребнадзоре. Например, ее большое количество изначально можно найти в продуктах животного происхождения, мясе, рыбе, яйцах. Даже если вы не будете солить мясное блюдо, то оно уже будет содержать 3-4 грамма соли. Много соли добавляют в сыры, колбасы, сосиски. Так, в сосисках и колбасе содержится порядка 1 грамма соли на каждые 100 грамм продукта. Примерно такое же количество и в 100 граммах майонеза, а в соусах на его основе может быть и того больше. В сырах, в зависимости от сорта, содержится до 2 граммов соли на 100 грамм продукта. В хлебе тоже есть соль, от 0,5 до 1 граммов. Соль, которую мы добавляем в процессе приготовления и приема пищи составляет только 20% от общего количества потребляемой соли. Это значит, что если съесть бутерброд с колбасой и сыром, то за один такой перекус можно быстро получить дневную норму соли. Чтобы этого избежать, стоит отказаться от полуфабрикатов и переработанных продуктов, рекомендуют в Роспотребнадзоре. Соль можно обнаружить и в напитках. Например, томатный сок из магазина, низкокалорийный, но содержит много соли. Лучше включить в рацион свежие помидоры или делать томатный сок самостоятельно. Как снизить потребление соли? При приготовлении супов и бульонов не используйте бульонные кубики, в них содержится очень много соли. Прежде чем добавить приправу к блюду, внимательно прочитайте этикетку. Готовые смеси специй чаще всего уже содержат в составе соль, не солите блюдо во время готовки. Это относится и к воде, в которой вы варите макароны, рис или любую другую крупу. Не досаливайте уже готовые блюда во время еды, постарайтесь отказаться от готовых соусов с высоким содержанием соли, кетчупа, соевого соуса, французской горчицы, майонеза. Существует множество альтернатив соли, это пряные травы, специи, лимон, сок лайма, чеснок, овощная соль. Если сократить потребление соли и научиться не подсаливать еду, можно снизить риск развития болезней сердца и сосудов и сохранить свое здоровье.